всех приветствуем в данном видео хочу показать как можно реализовать простейшую пластическую деформацию текстур при всей своей простоте эффект встречается используется достаточно часто и думаю пригодится что понадобится собственно понадобится текстура который над которой будем издеваться как раз вот и две нойз текстуры можете в контенте движка их найти можете в интернете скачать можете сами сделать если photoshop или собственно дизайнер вам не в диковинку ничего не изобретаем создаем материал и добавляем в него наш текстур то есть картинку и 2 нойз текстура на 1 нойз текстура будет отвечать за смещение текстурных координат по горизонтали 2 соответственно по вертикали диапазон значений цветов пикселей у нас пределах текстур по моему от 0 до 0 9 если не ошибаюсь 0 где-то максимальная рай 0 93 что любых ну да плюс минус так преобразовываем диапазон значений от 0 до 0 9 в диапазон от минус 0 45 до плюс 45 собственно это банально вычитаем значение соответствующим примерно середине диапазона в данном случае 0 45 2 текстура плюс минус такая же поэтому вычитаю то же самое значение объединяем их 2 данном случае потом умножаем и данный коэффициент будет отвечать за максимальную силу деформации берем текстурные координаты и прибавляем к ним полученные значения в простейшем виде она уже будет работать сейчас покажу но пока без анимации то ведь картинка уже образно говоря поплыла но пока этого статики и потому не особо интересно давайте это исправлять собственно что будем делать будем просто двигать наши две но из текстуры с разными скоростями но при желании даже в разных направлениях но в данном случае это не обязательно скорость первой текстуры и скорость второй текстур оканда чуть не забыл также делаем сразу возможность ставить наши текстуры теперь собственно прибавляем полученные значения к текстурным координатам в данном случае прибавление идет по оси x и y поэтому текстура будет движется по диагонали при желании вы можете сделать там разные движения по разным осям то есть вообще вектор задать направление ну в данном случае не буду все жизнь усложнять потому сделаю все максимально просто вот первая текстура смещение по диагонали вторая тоже да в общем то и все скорости желательно лучше разные задать возможно таллинг уменьшить вот уж на ваш смотри ну как видите все прекрасненько работает эффект используется много для чего там всякие водные эффекты при желании можно каустику либо вы своей помощью заимитировать на брат текстур соответствующий нужно можно фон анимированный для аватарки сделать все что угодно сам себе эффект встречается достаточно часто это первый вариант реализации хочу показать второе хотя принципиально он не отличается от первых тем не менее определенный нюанс в нем есть который мне хотелось обратить внимание так создан дубликат нашего материала немножечко его поменяем в данном случае у меня в первом материале то есть первая текстура отвечает за смещение по оси x 2 смещение по оси y но есть другой вариант мы можем первую текстуру с помощью нот синус косинус преобразовать вектор 2d вектор а вторую текстуру использовать для в качестве значения силы смещения по этому вектору и хотя в визуально это будет выглядеть практически так же тем не менее подход но сильно разница как мне кажется каким вариантом пользоваться каши решает сами лично второй вариант нравится чуть больше хотя он объективно чуть дороже но у некоторых ситуациях он может дать лучший результат то без сильно от конкретной текстуры еще зависит то есть второй вариант его собственно ключевое отличие вот в этом то есть что в первом случае первая текстура отвечает за смещение по горизонтали то есть по оси x 2 смещается смещение по вертикали второй вариант получаем вектор и только потом уже по нему не задаем смещение на основе второй текстуры каким вариантом пользоваться конечно решает сами ну где-то не в целом плюс-минус одинаково вася лучше прибегом в гляне и на самом деле это не совсем так ну каким вариантом пользоваться решает сами лично мне второй ряд нравится больше но как говорил он чуть дороже сразу говорю материал можно сильно доработать то есть например использовать не две но из текстура например 4 даже можно одинаковые текстуры использовать просто сделать у них разное направление движение то есть разную скорость движения потом уже перед этой основной логикой каким-либо образом смешать эти тексту там через умножение сложение там в общем как хотите так делайте кучу вариантов то есть сначала смешали в две разных текстуры потом подключили сюда нужно имеется текстур должно быть больше чем 2 можно там две там три четыре на ваше смотрение зависит от желаемого результаты и ресурсов которую готовы на это выделить соответственно данном случае показал максимально простой вариант и во многих случаях и будет вполне достаточно у меня же в рамках этого ролика все и всем пока